приступаем к рассмотрению 85 частоты ну в чем суть ее коротко сначала я расскажу коротко в чем ее основная особенность какие устремления на этой частоте происходит а потом более подробнее значит я ну буду рассказывать об этой частоте вот здесь впервые попал появляется но такое выражение как ну вот любовь земная ну суть любовь или зарождение любви космической можно так сказать вроде как бы человек любит себя до любит свою семью вот здесь он готов бороться сражаться за семью делать таким образом чтобы содержание этой семьи вот ну существование вернее этой семьи но было как можно более независимо от каких-то внешних условий вот ну дальше наступает период когда любовь должна проникнуть в отношениях между людьми так вот и здесь как бы идет начало подготовки любви космической почему потому что здесь все моя семья а здесь друг раз отношение между семьями идет вот отношение между людьми то есть причем посторонними людьми причем особенность вот этой чистоты заключается в том что вот есть два объекта два индивидуума две семьи вот между ними отношение должны строиться на взаимном уважении на признание каких-то достоинств без желание исправить что-то на так на уважение я говорил на признание каких-то интересов нормальных интересов не шизофренических конечно вот на дружбе на братстве отношений причем это не моя семья не мои дети не моя жена не мои родители а именно просто посторонний человек и между ними вот вы должно возникать вот такие отношения то есть любовь вмешивается вот именно вот в отношении вернее она не вмешивается она идет туда вот эта чистота характерна тем что человек начинает уважать другого человека начинает признавать его достоинство начинает относиться к его недостаткам уважительно как опыту его как значит как опыт прохождения жизненного пути как опыт преодоления каких-то препятствий но не соглашательство с шизофреническими идеями сразу хочу почему я так усиленно подчеркиваю значит не соглашательство отстранение от шизофренических идей потому что все что вот здесь вот значит как человек двигается да это все значит идеи рассматриваются варианты этих идей варианты направления действий идет с целью развития и совершенствования человека или либо общества ну кратко что здесь можно сказать любовь людей как единственная приемлемая форма человеческих взаимоотношений вот принятие индивидуальности и вот раскрываю суть глубокая любовь к семье близким незапятнанной эгоистическими чувствами здесь появляется разум ценности страны как только значит эти люди которые попадают на эту на эту значит чистоту как только они задумываются о том что любовь должна проникнуть в отношении между людьми у них сразу идет появляется ценность государства почему потому что они хотят создать идеальное общество они так и делают они думают как создать выпустить такие законы чтобы эти законы регулировали человеческие взаимоотношения на уровне то есть на основе любви они пытаются создать модели значит каких-то религиозных течений которые бы выстраивали выстраивали бы вот эти вот отношения создания новых нового общества на совершенно новых законах основанных на дружбе братстве вот здесь же также стали появляться но зарождение вот это вернее пик прохождение европы на этой чистоте но где-то 50 60-е годы вот в это время стали но образовываться различные общины которые вот организуются значит общины да они начнут в индии тоже в том числе были эти общины в европе были эти общины вот и создавали там пытались вернее создать условия но любви между членами этой общины в результате они пропагандировали отсутствие всякой собственности в результате у кого собственность была ее потом значит все пораздавали в результате всех людей и мужчин и женщин взяли и приватизировали то есть можно было спать с любым мужчины можно спать было с любым же с любой женщины ну и так далее там подобно это уже перебор конечно в результате появилась так называемая сексуальная революция и блокировка для нее до наркома наркомания то есть люди причем вот эти все общины как правило организовывались потом разваливались почему потому что но стимула трудиться не было все общественно никто ничего не делал только спали с друг с другом но конечно там были общины которые под которым значит руководители этих общин вокруг которых значит этим вернее эти люди какие-то выдвигали значит ну какие-то новые духовные идеи вот вокруг них образовывались но в конце концов они оказались не жизнеспособными вот но дальше коротко здесь новые пути оценки мира индивидуальное а придумывание идеальных семей религий философских систем подчинение личных потребностей дело социальной пользы осознание ответственности за город области страну только осознавание ответственности вот они очень бурно включались в обсуждение различных законов вот значит законы которые выпускались странах которые непосредственно затрагивали общественные отношения здесь появляется такая значит вещь как ценность внутреннего мира здесь значит особенность этой чистоты так что очень важно этим людям чтобы они были признаны за свои собственные заслуги то есть если это ученый человек значит занимался наукой то очень важно чтобы он сам без никого достигал каких-то результатов в этой науке если это предприниматель то для него было очень важно чтобы он именно за счет собственных способностей достигал какие-то начать результаты и успехи и причем для него было очень важно чтобы именно его что результаты, достигнутые собственным трудом, были признаны, были видимы и были признаны окружающим или обществом. Но тех, у кого это не получалось, значит, люди скатывались в алкоголизм. Здесь находится первая и вторая, значит, степень алкоголизма, начальная, для мужчин. Вот, ну дальше. Нацеленность на изменение условий. Здесь были люди, очень хорошие, значит, это аналитики. Аналитики, у них большие, значит, были успехи в преподавании, большие успехи были в науке. Вот, то есть концентрация именно на своих способностей делала их вот, ну вот, нацеленными на результат за счет собственной инициативы. Но вот такая неустойчивость. Неустойчивость в том, что для них очень важно, повторюсь, очень важно было, чтобы это было застигнуто только за счет развития своих качеств. Вот, причем 80-я частота нанимала аналитиков для того, чтобы они занимались для бизнеса аналитической работы. Вот, ну и если они развивали какой-то бизнес, ну бизнес, ну как, они развивали, значит, в тех сферах, где бизнес держался именно на чьем-то интеллекте. Это был интеллектуальный бизнес, и туда, скажем так, простые, значит, вот предприниматели, они туда не могли, значит, попасть по одной простой причине, что там требовалось, ну развитие, продумывание каких-то идей. Вот. Самооценка от достижений. И здесь, вот заострю просто ваше внимание на том, на высшем переживании. И здесь впервые появляется высшее переживание от удовлетворения когнитивных потребностей. Что это означает? Это, значит, удовлетворение от умственных потребностей, от умственных решений, от проработки каких-то вот идей, которые появились у человека. Это высшее переживание. У Фрейда, у Фрейда, ну все через секс идет, да, вот вся двигатель, значит, и, ну, больше никуда секс, и все. А здесь появляется, что высшее переживание у людей появляется от решения каких-то интеллектуальных задач. Ну, что еще коротко здесь можно сказать? Рассвет земного творчества. Здесь появляется такая способность, как созидание идеи. Способность слушать себя, чувствовать себя, значит, чувствовать все переживания в себе, не испытывая угрозы. Переживание, как достоверный источник информации. Вот. Ну, сразу я скажу, какой урок здесь проходит, а потом мы более подробнее остановимся. Особенность этой чистоты, особенностью этой чистоты является тот факт, что мало будет для души любовь к семье и ответственность за коллектив. Любовь должна присутствовать в общении между людьми. Отсюда ценность государства, где проживает человек. И действия все совершает человек, исходя из любви, как отношения между людьми. Ведь можно не любить других и посторонних, но между ними при общении должна присутствовать любовь. Как поняли это? А поняли таким образом, что человек должен разделить все, что он имеет. Поделиться, то есть. И проявлять добро, и милосердие к тому, кто рядом. Независимо от того, бездельник или не бездельник он. И это суть большой общины. И многие, кто создавал общины, проповедовали путь отсутствия личного имущества. А это не совсем все то, что было надо. Семья должна быть во главе угла. Ответственность родителей за положение дел в семье. И отношения, построенные на любви между семьями. Суть урока. Семья ведь в изоляции прожить не может. И норма государства, традиции, обычаи регулируют общение. Но там отсутствует любовь. С любовью относиться, общаться с другими семьями заставить невозможно. Отсюда вывод. Отношение любви между людей – это тот фундамент, на котором зиждется вся безопасность и спокойствие в душе за будущее своего и своей семьи. Урок «Любовь должна возобладать в отношениях между людьми, семьями, во всех структурах общества». А нас пытается шизофреническая Европа объединить на соглашательстве со всем, на толерантности. Это шизофреническая идея, а не на любви между друг другом. Ну, сейчас остановимся более подробно на этой чистоте. Ну, разум ценности страны. Что значит разум ценности страны? То есть человек, вот имеет, вот он хочет, чтобы страна выпускала какие-то определенные законы, которые, ну, на данной чистоте, которые бы регулировали взаимоотношения между людьми, между семьями, построенные на любви. То есть на взаимном заботе, на взаимном уважении. И поэтому все решения, все действия этот человек предпринимает, воспринимает окружающую действительность с точки зрения вот разума страны, ценности страны. Поэтому вот выражение разум ценности страны, это значит человек все воспринимает с точки зрения отношений, которые действуют в государстве или в стране, или в коллективе. Так вот, разум ценности страны, тяга к упорядочеванию, стремление к свободе от хаоса и беспорядка, в структуре, законе, ограничении, в предсказуемости, шизофреническая чистота, она это не терпит, ей давать свободу как можно больше, причем свободу для удовлетворения своих страстей. Поэтому им порядок не нужен, им структура не нужна, им важно удовлетворение своих страстей, той страсти, в которой они вовлечены. Вот, дальше. Итак, стремление к свободе от хаоса и беспорядка, к структуре, законе, ограничении, предсказуемости, новые пути оценки мира, новые пути оценки мира, своего отношения к нему, придумывание идеальных семей, религий, философских систем, общественных устройств, а потом сравнение и сопоставление задуманного с несовершенными личностями и организациями, интерес к политике, участие в политике, интерес к религии, стремление осмыслить реальный мир опыта, именно это качество позволяет людям творить свою судьбу, иметь право выбора, стремление к социальному благополучию, осознание, осознанное развитие социального интереса, осознание, все наше толкование мира нуждается в пересмотре или замене.